Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. Скончалась актриса Светлана Алексеевна Никипилова. Светлана Никипилова родилась 1 февраля 1944 года в Бузулуке Оренбургской области. В 1965 году окончила актерский факультет Белорусского Театрально-художественного института, курс народного артиста БССРД, А. Орлова. С 1965 года актриса Витебского драматического театра «Им, я, Колоса». С 1967 года актриса Белорусского театра «Им, я, Купалы». Театральные работы Светланы Никипиловой «Золотая карета», «Раечка», «Робин Гуд», «Сесиль», «Старый Новый год», «Лиза», «Память сердца», «Наташа», «Белоснежка» и «Семь гномов», «Белоснежка», «Снежная королева», «Герда», «Эшелон», «Люся», «Трибунал», «Зина», «Таблетку под язык», «Светлана», «Царевна лягушка», «Баба яга», «Дядишкин сон», «Просковья и Линична». В кино начала сниматься с 1970 года, дебютировав в роли Ольги в военной драме «Руины стреляют» режиссера Виталия Четверикова по документальной повести Ивана Новикова «Руины стреляют в упор». Фильм рассказывает о Минском подполье в годы Великой Отечественной войны. Позже были небольшие роли в лентах «Большой трамплин», «Пламя», «Время выбрало нас», «Атланты и кариатиды». В целом снималось мало, отдавая предпочтение работе в театре. В 2000-е актриса вернулась на экран. Сыграла второплановые роли в картинах «Навигатор», «Клавдия Михайловна», «Пять невест», «Бабушка Кати Яси», «Обратная сторона Луны», «Жукова», «Случайные знакомые», «Алевтина Ивановна», «Спасти или уничтожить», «Оксана Сергеевна Луценко», «Неподкупный», «Ангелина Ивановна Миллер». Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья.